И тут же, конечно, всё. После этого, как только его звезда пошла настолько вверх, он не мог не поссориться с партией герцога Орлеанского. И поссорились они совершенно жёстко. В этот момент, если бы англичане, а там как раз, сейчас я чуть-чуть вперёд забегу, если бы у англичан всё было в порядке, атаковать Францию в этот момент, там в общем сопротивляться просто некому было бы, потому что чем занялся герцог Бургундский и герцог Орлеанский? Так они стали собирать войска друг против друга. И прямо под Париж пришло бургундское войско, король был вынужден вместе с Карлом Орлеанским, который войско собрать его успели бежать из Парижа. И герцог Бургундский догнал с малым отрядом, страшно извинился, всех вернули в Париж. Ну извините, извините, ничего не было. Мы же все родственники, в конце концов, довольно близкие. Я ничего плохого не имел в виду. Просто извольте мне место при дворе вернуть. Просто потому, что пока я ездил в крестовые походы, видите, это вот… Родственники заняли моё место здесь. А я что плохого сделал? Я ничего плохого не делал, между прочим. Я вот на этих три мятежных лешцев ваших подданных разбил, привёл их обратно в повиновение. Я разобрал, пытался разобраться с турками, получилось, правда, не очень, но я же пытался, а вы-то нет. Можно я каким-то образом тут займу место в Королевском Совете рядом? Ну конечно, конечно, дорогой родственник, очень даже можно. Карл Орлеанский этого не забыл. На кого можно опереться в такой справедливой борьбе? Вариантов-то очень немного. А именно, это наследственные враги Валуа – англичане. Карл Орлеанский владеет Нормандией, по крайней мере, значительной её частью. И он подписывает договор с англичанами о помощи от Нормандии против бургундцев. Для чего? Подписывать с ними договор, по которому обещают вполне конкретные преференции в Нормандии. Англичане, очередной раз, сколько времени этого перемирия прошло, англичане высаживаются в Нормандии и что-то там грабят. Надо ли говорить, что никакой помощи они ему оказывать не собирались, они собирались а – пограбить, б – ну в оптимум и обратно Нормандию забрать. Ну, как это вот всегда было, что у них Нормандия, как ты привычешь, правильно? А то, что ему помогать там, это зачем ещё? Но договор есть договор. Мы обещали высадиться, мы высадились. Правда, мы почему-то на твоей территории остались и дальше никуда не пошли. Но это бывает. Вы же видите, как феодальная война сложно организована. Пока договоришься с каждым бароном, чтобы он на войну поехал. Ну, вот так получилось. Красиво. Да.